МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 16 сентября. Вы смотрите программу День веков хронограф. Для вас ее проведем мы. Я, Юрий Смирнов. И я, Юлия Анна Шахова. Наша программа поздравляет всех телезрителей, родившихся в этот день. Мы желаем вам счастья, крепкого здоровья и благополучия. 16 сентября родились многие известные люди, как прошлого, так и настоящего, среди которых... Генрих Пятый, французский король, и Михаил Илларионович Кутузов, российский главнокомандующий. Альбрехт Коссе, немецкий физиолог и биохимик, лауреат Нобелевской премии. И Надя Буланже, французский дирижер и педагог. И Альберт Сен-Дьерди, генгерский биохимик, нобелевский лауреат. Карен Хорни, американский психолог. И Франц Эмил Силанпя, финский писатель, лауреат Нобелевской премии. Российский актер и режиссер Михаил Кокшенов, известный по фильмам «Русский бизнес», «Русское чудо». Сегодня 16 сентября. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». В этот день во всемирной истории произошли следующие события. В 1702 император Священной Римской империи Леопольд I объявил войну Франции, Кёльну и Баварию. В 1741 в Дублине состоялась премьера оратория «Мессия» Георга Фредриха Генделя. И в 1812 в Москве, оставленный Наполеону, начался пожар. В 1848 на всех французских территориях было отменено рабство. И в 1859 английский исследователь Дэвид Ливингстон открыл озеро Ньяса в Африке. В 1918 Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет учредил Орден Красного Знамени. И в 1931 в Москве был создан Центральный Театр Укола. В 1943 в ходе Великой Отечественной войны от немецко-фашистских захватчиков был освобожден город Новороссийск. И в 1963-м была провозглашена независимость Малайзии. Сегодня 16 сентября. Вы смотрите программу «День веков и хронограф». И наше путешествие по истории мы начнем со славной эпохи рыцарства. 16 сентября 1387 года родился Генрих V, один из величайших английских королей. Уже в 1399 году, в 12 лет, его действительно посвятили в рыцарь. Яркую картину юности Генриха рисовал Шекспир в своем произведении «Генрих IV». И следует сказать, что определенная фактическая основа у такой интерпретации имелась. Генрих получил хорошее образование, он любил чтение, музыку и даже провел год в Оксфорде. Военную карьеру Генрих начал очень рано. Так в 1403-м он принял участие в сражении при Шрусбери, где его отец, тогда уже король, разбил графов Нортумберленда и Уэстморленда. А в период с 1401 по 1407 Генрих участвовал в почти непрерывных попытках подавить восстание в Уэльсе, где он сражался вначале под руководством отца, но впоследствии сам возглавил кампании и довел их до победы. Генрих желал восстановить престиж Англии, который сильно пострадал от внутренних смут последних десятилетий. А также он хотел расширить английские владения во Франции, распространив их на те области, которые никогда не были английскими. Для достижения своих целей Генрих заучился широкой поддержкой на родине и после тщательной подготовки начал войну с Францией. Именно эта бесконечная война получила у историков название «Столетний». Заметим, что пока войсками руководил Генрих, англичане шли от победы к победе. В отличие от большинства современных ему монархов, Генрих сознавал важность военно-морской составляющей кампании. И после сражения при Сене в 1416 году превосходство англичан на море более не оспаривалось. Но еще до этого, в октябре 1415-го при Азенкуре, англичане наголово разгромили многократно превосходящее французское войско, чем они были обязаны военному гению Генриха. Именно он сумел использовать превосходство отличных английских лучников над стрелками французов. После покорения Нормандии французская страна пошла на заключение мира, по условиям которого Генрих признавался наследником французского престола и регентом Франции. Он должен был вступить в брак с Екатериной Валуа, дочерью французского короля Карла VI. В декабре 1420 года Генрих торжественно вступил в Париж. Однако чистолюбивому плану соединения двух корон на голове одного монарха не суждено было сбыться. Военные компании подорвали здоровье Генриха и в августе 1422-го, менее чем за два месяца до смерти Карла VI, он скончался от Тифа в Винсентском замке. Понятно, что годовалый сын Генрих VI, который ему унаследовал, не был в состоянии отстоять свои права. Столетняя война разгорелась с новой силой. 16 сентября в 1406 году скончался Киприан, митрополит Киевский и всея Руси. Это был человек воистину яркой биографии. Родившийся в Болгарии, он стал келейником вселенского патриарха Филофия, который послал его на Русь с целью предотвращения войны между Дмитрием Донским и Тверским князем Михаилом Александровичем в союзе с великим князем литовским Ольгердом. С помощью Ольгерда Киприан стал митрополитом киевским, русским и литовским, получив право наследования и русской митрополии, с чем не были согласны ни русская церковь, ни великий князь Дмитрий. Его первая попытка стать московским митрополитом закончилась высылкой в Киев. Позже Киприан все-таки стал митрополитом Сеяруси, а в 1382 году, во время нашествия Тахтамыша в Москву, он оставил столицу и бежал в Тверь. Дмитрий Донской публично обвинил его в трусости и оставлении паствы и выслал в Тверь, откуда Киприан уехал в Киев. Может быть, потому не все считали Киприана столь уж виноватым. С воцарением Василия I он был восстановлен в своем сане, после чего содействовал объединению русских земель вокруг Москвы, монастырской колонизации русского севера, строительству церквей и монастырей, реформе церковного пения и музыкальной нотации. В результате Киприан был канонизирован русской православной церковью. 16 сентября 1498 года умер Томас Тарквемада, первый великий инквизитор Испании, чье имя долгие века было нарицательно. Монах-доминиканец с детских лет королевой Изабеллы был ее наставником и духовником. В августе 1483 года он был назначен главным инквизитором Кастилии и Леона, чуть позже Арагона, Каталонии и Валенсии. Став во главе испанской инквизиции, Тарквемада организовал в городах ее трибуналы, составил кодекс и процедуру инквизиционного суда, в ведении которого находились не только ересь и отступничество, но и другие преступления с точки зрения инквизиции. Именно им были узаконены пытки как средство добывания доказательств. В массовую практику было введено «Аутудафе», в переводе с испанского «Акт веры», а еще проще «Сожжение на костре». По неполным подсчетам историков, всего на кострах испанской инквизиции погибло около 35 тысяч человек, и еще более 290 тысяч было осуждено. Сам же великий инквизитор сжег от 2 до 10 тысяч человек. Точно неизвестно. Мало кто знает, что он был выдающимся богословом и философом своего времени. А ученики и последователи Томаса Тарквемады сформулировали понятие прав человека вообще и применили его по отношению к неевропейским народам, индейцам Америки. Томаса Тарквемады